Друзья, привет! Знаете, я вот сейчас иду, дождь идет. Целый день, уже второй день, как идет дождь, и он навевает на определенные мысли. Вот я пока иду до дому со школы, хочу ответить на один такой вопрос, который задают мне практически все, практически каждый. Это вопрос о том, как ты там в Польше. Очень многие знают, что я здесь совершенно одна, приехала без знания языка, и жизнь здесь начинаю с нуля. Ну так уже продолжаю, продолжаю, уже год как. Скоро будет ровно год, как я в Польше. И, знаете, я одно время вела Инстаграм, активно свой канал Телеграм, где обо всем рассказывала и показывала. Потом я решила этого не делать, потому что у меня нет уже желания транслировать всю свою жизнь. У меня на самом деле все хорошо складывается, все получается, вопросы, проблемы все решаются. Ну и у всех такой сейчас возникает вопрос. Так ты где? Ты в Польше или уже в Беларусь приехала? То есть меня ждут в Беларусь в течение года практически каждый месяц, что я возвращусь, потому что очень многие думают, что ну как-то сложно вот взять и с нуля все поменять. Тем более в таком положении, как у меня, да. Я хочу сказать, знаете что, смотрите, даже в такой ситуации, как у меня, мало того, что я не знаю польский, он мне, как оказалось, мне еще языки очень сложно сдаются, я еще до сих пор не разговариваю, да, год в Польше до сих пор не разговариваю, при том, что я заканчиваю полициальную школу, да. Ну, такой у меня момент есть, есть. Несмотря на гениальность в других вопросах, в этом вопросе у меня затык. В личной жизни тоже затык, как оказалось, что и здесь я тоже еще не встретила того самого человека, который будет со мной на одной волне, да. Вот. То есть все проблемы я решаю самостоятельно и вопросы. Насчет депрессии. Депрессия меня настигала, но она такая была, мимолетная. И временами, вечерами там приходишь домой, что-то как-то грустно, скучно, после вечеринок, после гуль, после туз, как ни странно, наоборот, грустно не было, да. Сейчас я уже более-менее так адаптировалась к этому состоянию, к этой ситуации. И смысл такой. Смысл вообще всего такой. Я шла и раздумывала. Значит, смотрите, если вы хотите, чтобы у вас что-то получилось, произошло, если у вас есть внутренняя мотивация, то у вас получится всегда, везде и во всем, да. Ну, вы скажете, ну, ничего нового не сказала. Да, я ничего нового не сказала, я просто это на практике проверила, да, и говорю, что оно работает. А внутренняя мотивация такая. Что меня движет? Меня первоначально видало желание путешествовать. Я очень люблю путешествовать. Я специально даже состою в круизном клубе, да, где вот есть возможность очень круто путешествовать. Я при любой возможности куда-то еду, да. Вот появились выходные, поехала тут, там, например, в Варшаву, появились выходные, поехала по Польше. Конечно, качество видео не очень будет, уже вечер. Вот. То есть, ну, это мое желание, это моя любовь. И можно, конечно, в Беларуси путешествовать, можно по России путешествовать, можно в любой стране путешествовать. Но дело в том, что круизов там нету. Есть какие-то кораблики, там, паромчики какие-то, но это вообще совершенно не то, да. Самая ближняя к Беларуси – это Европа. Откуда можно отправиться в круизы? Конечно, можно полететь в Египет, в круизы, можно в Эмираты, куда угодно, да, в Японию, в любую другую страну. Но реальнее всего оказалось, что можно жить в Европе и ходить в круизы. Ну, здесь, конечно, много вопросов возникает в жизни, да. То есть, ну, не все же так просто. Здесь же нужно какие-то основания иметь, чтобы жить. Конечно, если у вас есть деньги, все, вопрос решен, и он даже не обговаривается. Ты просто обращаешься к людям специально обученным, да, которые помогают тебе со всем. С легализацией и так далее, да, с документами. Есть такие люди, как я, которые с нуля, буквально все, да. То есть, мне приходится работать, ходить на работу по найму, как-то обустраиваться, искать самостоятельное жилье, причем без агентов, да, потому что за это тоже платить нужно. Ну, то есть, все вопросы решать самостоятельно. Я даже на карту часового повода подавалась самостоятельно, практически без помощи. Ну, там, конечно, читала интернет, штудировала. Там все есть, в принципе, все есть, поэтому самостоятельно все решала. И у меня все решилось положительно. Плюс еще попадаются по жизни всегда очень классные люди, которые готовы там помочь, подсказать, показать, какие-то вопросы осветить и так далее. Это тоже очень круто. Почему? Потому что я такой же человек, который помогает другим людям, как могу, да. То есть, когда мы находимся, это второй момент, когда мы находимся на позитивной волне и готовы делиться с другими, мир открыт для тебя, и он всегда дает тебе помощь, поддержку, подсказки и так далее. То есть, первое, мотивация, это желание, то есть, цель, понимать, для чего тебе нужно переехать, например, да, в моем случае, или для чего тебе нужно бизнес начать. Это вообще любой сферы жизни касается. Или, ну, уже темно, да. Ну, всего, всего, вы понимаете меня. Это я просто хотела вам донести мысль, и тут видео затянулось, как всегда. Значит, внутренняя мотивация, она бывает вялотекущая. Вот меня тоже такая мысль постигла. Вялотекущая в том плане, что ты не знаешь, что ты хочешь, что тебя может мотивировать, чтобы решиться на какой-то шаг такой серьезный, да. Но это внутреннее желание. Это тоже нужно прокачивать. Я перед тем, как уехать, очень серьезную школу прошла психологическую, да. Вот. И мои 20 лет желания, они, в конце концов, выросли, самотивировали меня на какой-то такой важный поступок. И он не окончательный. То есть впереди еще много моментов, которые я хочу и которым я стремлюсь. Внутренняя мотивация растет, ее нужно развивать. Внешне есть мотивация. Это волшебный пинок, чей-то пример, чей-то опыт и так далее. Но это все временно. А внутренняя мотивация, она постоянно, она движется, как движок, как движок. Поэтому обратить на это внимание. И, во-вторых, это быть доброжелательным, позитивным человеком, который за созидание, созидающий, созидающий. Без нытья, без ожидания чего-то там от других людей, да, без ожиданий и с принятием. Вот тогда вот это все будет помогать. Это все будет помогать двигаться, решать вопросы. И даже при самых сложных ситуациях, они всегда решаются. Даже сейчас я расскажу пример. Сейчас приду домой и расскажу вам один пример. Так вот, я пришла домой. Смысл такой. Пример. Пример такой. Значит, когда я делала вид на жительство, карту побыта. У меня временная, естественно, карта побыта по моим всем условиям и так далее. Мои работодатели общались с инспектором. И они отзывались о какой-то принципиальной истеричной женщине. Прямо описали, расписали ее так, что, блин, не подойди, не спроси ничего лишний раз. Такой мадам. Знаете, есть такие люди. Вот. Ну, это такой масенький-масенький примерчик. Но как бы я к работодателям очень хорошо относилась, к моим предыдущим, да, которые мне помогали во всем и с работой, и везде, да. Вот. И, естественно, я их уважаю, и мнение их уважаю, прислушиваюсь. И я приняла все за чистую монету. И вот настал момент, когда мне тоже необходимо сейчас, в данный момент, тоже связаться с этой инспекторшей по своему вопросу, да, по карте побыта. Мне нужно ее актуизировать, да, в связи со сменой работы. В связи со сменой работы, то есть нужно с ней общаться. И я вот даже несколько дней настраивалась на то, чтобы с ней поговорить. Я все записала на польском языке, на листике, написала ей предварительно письмо на e-mail и так далее. То есть подготовилась, так сказать, морально уже, взяла себя в руки. Хотя я не скажу, что я такой неуверенный в себе человек или прям такая, всего боюсь на свете, да, со страхами тоже хорошо поработала. И я ей позвонила. И что интересно, она когда начала со мной разговаривать, она поняла, что я что-то там, какие-то моменты не понимаю, что она меня спрашивает. И перешла на русский язык. Вот, перешла на русский язык, и мы с ней решили мой вопрос. И как бы у нас получился достаточно классный контакт. Пример этот говорит о чем? О том, что если вы будете слушать всех вокруг, да, и постоянно, а людей много, мне немного, ситуации много, одна и та же ситуация разрешается у всех по-разному, да, и вы будете проецировать это все на себя, то у вас вообще в жизни может ничего не получиться, да. Если же вы, вот о том, о чем я говорила, у вас есть внутренняя мотивация, если вы хотите, у вас есть свое личное желание, стремление, да, берите просто и делайте. Вы делайте, доверяйтесь пространству, доверяйтесь миру, да, излучайте позитив, вот эти вот, сейчас очень модно говорить, там, высшие вибрации и так далее, да. Старайтесь не жить с гадостями, с какими-то кошмарными мыслями, вестись на какие-то непонятные негативные моменты, да, а наоборот, фокус на позитив и на созидание, именно на созидание и на помощь. И тогда все будет разрешаться благополучно. Вот, вот что я хотела вот такое маленькое послание вам сказать, и я надеюсь, что хоть немножечко оно будет полезно. А для тех, кто посмотрел меня до конца, возможно, кто-то скажет, ой, ну ты ничего такого тут не сказала, да, или скажут, например, а что тут думать, что там по 20 лет чего-то ждать, берешь и делаешь, да. Это, как правило, будет говорить молодёжь, которая до 30 лет, которые, ну, такие решительные люди, их, как оказалось, тоже не так уж и много, да. Я вас поздравляю, во-первых, что вы посмотрели моё видео, посмотрели его до конца, и поздравляю с тем, что у вас практически нету страхов, да, и вы берёте от жизни максимум. И вот с такими словами я хочу с вами распрощаться, берите от жизни максимум, настолько, насколько вы сами себе позволяете, да. Я не скажу, что я прям всё себе позволяю, да, но я учусь это делать. Ну что, до новых встреч!